Перед вами задача. Белые начинают и дают мат в два хода. Проанализируем данную позицию. Единственная фигура у белых – ладья, которая находится на поле H2. Она контролирует линию H и может уничтожить пешку черных, которая находится на поле H7. Но слон черных, который находится на поле G8, защищает эту пешку. Также у белых есть пешка, которая находится на поле G6. И единственный ход, который она может сделать, это побить пешку черных на поле H7. Но это не решает задачу. А пешка черных, которая находится на поле G7, блокирует продвижение белой пешки. Теперь рассмотрим позицию черных. У них есть слон на поле G8. Он защищает пешку на поле H7. Также следует учесть, что если у черных будет возможность сделать ход пешкой H7 на H6, то задача мат в два хода также не решается. Итак, белые делают единственный правильный ход. Ладья H2 идет на поле H6. Этим ходом белые блокируют пешку H7. Она не может пойти вперед. А также не может бить пешку на поле G6. У черных две возможности продолжать игру. Первая. Черная пешка G7 бьет ладью на H6. В этом случае белые играют. Пешка G6 идет на G7 и объявляет мат черному королю. Вторая возможность у черных. Это сделать ход слоном на любое поле. Например, на D5. В этом случае ладья H6 бьет пешку на поле H7 и объявляет мат черному королю. Продолжение следует...